Спонсор программы «Элита» – ветеринарная клиника «Элвет». Ветеринарная помощь с выездом на дом. Бесплатная консультация. Весь спектр ветеринарных услуг для ваших питомцев. «Элвет», город Ходьково, улица Седина, дом 8. Телефоны 8 906 032 50 50 и 543 57 46. Есть в собачьем мире представители, которых люди одновременно называют хризантема и лев. Есть собаки, которые еще в Древней Греции считались предметами роскоши. А есть четвероногие, чья шерсть напоминает скорее волосы прекрасной девушки, нежели украшения собаки. Сегодня мы побываем в питомнике «Загорская медведица», где живут эти три породы. А именно шицу, мальтезы и йоркширский терьер. Существуют породы собак, похожие на цветок, а именно на хризантему. Такое прозвище эти четвероногие получили, потому что шерсть на очень плоской мордочке у них растет в разные стороны, напоминая хризантему. Порода эта со странным названием шицу была выведена в Китае. Шицу окрасный вообще, допустим, любой, кроме чисто белого. Но преимущественно, самым считается популярным, это вот такой вариант. Либо вот эти пятнышки должны быть слиты в плащ. Но, как правило, должен быть белый кончик хвостика и очень желательно вот расцветка на мордочке, пятнышко на голове. Ну, это, в принципе, не оговаривается стандартом. Просто так? Да, больше любят. За границей любят больше черных. У нас вот дело рыжих. В обиходе шицу очень общительны. Контактны им до всего происходящего вокруг есть дело. Игривы, как кошки, и бесстрашны, как охранные собаки. Ведь недаром в переводе с китайского шицу означает лев, что отражает бесстрашный характер этой маленькой собачки. Шицу – это в основном для детей, причем для маленьких детей и для пожилых. Главным украшением шицу является роскошная шерсть, длина которой превышает собственный рост собаки. Причем шерсть шицу по структуре напоминает человеческие волосы. А это значит, что и ухаживать за ней следует также. Периодически причесывать и при необходимости мыть. Они не меняют в общепринятом смысле. У них нету пуха, только остевая шерсть. Поэтому если хотя бы один раз в день просто причесывать ее и раз в две недели мыть, то в доме у вас не будет ни шерсти, ни запаха. Еще у них есть, скажем так, для них это минус, а для нас большой плюс – у них очень сухая шерсть. Там нету сальных желез. Поэтому собака не имеет запаха абсолютно. Поэтому мы их моем шампунем с норковым маслом, чтобы шерсть была более мягкая, не выпадала. Шицу не прочь погулять, причем особо любят пушистые сугробы. А чтобы собака не перемазалась в весеннее половодье, хозяевам придется приобрести специальный комбинезон. Впрочем, если по каким-либо причинам гулять с питомцем вам некогда – не проблема. Очень легко приучаются ходить на лоток. Как правило, лоток – это не кошачий, а что-то большего размера и плоское. Туда кладется тряпочка, допустим. А для кобелей мы ставим еще, чтобы лапку могли задевать куда-то, пустой глиняный горшок перевернут вверх ногами. Живут эти собаки от 15 до 18 лет и обладают отменным здоровьем. Единственное, что может тревожить малышей – отит, так как уши закрыты. Но, зная об этом, вы сможете избежать проблем. Нужно только регулярно осматривать и чистить ушки. В прошлом эти очаровательные белоснежные собачки часто преподносились в качестве дипломатических подарков королевским дворам наравне с редкими тканями и драгоценными камнями. Кстати, недавно щенка из питомника Загорская медведица преподнесли в подарок кучме. Мальтез или Мальтеза является одной из старейших пород собак. Красота и прекрасный характер этих четвероногих и по сей день делают их очень привлекательными компаньонами. Мальтеза – интеллигентная собачка, живая и преданная своему хозяину, а роскошная чисто белая шерсть привлекает взгляды окружающих. А вот гулять с этим белым чудом не рекомендуется. Шекспир, так зовут гордость питомника Загорская медведица, чемпиона России, Молдавии и трижды обладателя ЦАЦИП, поплатился за прогулку. Он влез в краску и его пришлось постричь. Отросшая шерсть стала пухлявицей, на этом его выставочная карьера завершилась. Так что будьте внимательны. В остальном это дружелюбные и игривые собаки. Их вес от полутора до трех килограмм. Они с удовольствием будут сопровождать вас в путешествиях. Йоркширский терьер относится к самым малым породам терьеров. Он тоже знатный компаньон и легко путешествует с владельцами. Эта собака была выведена в конце позапрошлого столетия в английском графстве Йоркшир. О его происхождении подробных сведений не имеется. Полагают, что он был выведен путем скрещивания нескольких пород. Из которых чаще всего упоминается скай-терьер и допускается возможность участия мальтийского пинчера. Он имеет вид длинношерстного терьера, причем шерсть должна свободно свисать по сторонам тела книзу, образуя разделяющий пробор от носа и до конца хвоста. Щенки рождаются черными, с небольшими рыжими отметинами на лапах и носу. А потом перецветают и становятся вот такими. Эти собаки очень популярны, о чем свидетельствует такой случай. Квартирный вор вынес из дома ювелирные украшения, а также корзину, в которой находилось два взрослых Йоркширских терьера и шесть щенков. Сумму ущерба хозяйка оценила в 350 тысяч рублей. И, возможно, большая часть этой суммы – моральный ущерб, ведь потерять очаровательных спутников непросто. Программа «Элита» надеется, что в вашей жизни будут только приятные воспоминания, связанные с Йорками, Мальтезой или Шицу. Владельцы 4-летней Бони обратились в клинику с желанием стерилизовать свою малышку. Перед операцией врачи клиники взяли анализ крови и выявили отклонение от нормы некоторых показателей. Чтобы найти причину, решено было сделать УЗИ-исследование. На приеме Йоркширский терьер девочка Боня. Ей 4 годика, скоро на днях будет. Сегодня мы проводим исследование ультразвуковой брюшной полости в положении лежа на спине. И для того, чтобы улучшить визуализацию, мы выбриваем шерстный покров. Это иногда пугает шуму этой машинки. Это совсем безболезненно. УЗИ-исследование проводим в данном случае по поводу того, чтобы исключить всевозможные патологии брюшной полости. В частности, мы будем смотреть печень и селезенку. Эхоструктура однородная у печени. Она не увеличена, то есть не выступает за край реберной дуги. Желчный пузырь у меня наполненный. С другой проекции еще. Ввиду миниатюрного размера собачки, немножко сложновато проводить УЗИ здесь, но мы постараемся. Сейчас, когда были исключены патологии внутренних органов, причиной изменения показателей крови врач признал в состоянии ротовой полости. Мы всегда обращаем внимание при клиническом осмотре животного на состояние ротовой полости, особенно у собак мелких пород, у декорации. Почему? Потому что они уязвимы в этом отношении. Это считается не то, что нормальным, но частым явлением для этих пород. В данном случае, почему есть увеличенные подчелюстные лимфоузлы, то есть это региональные лимфоузлы, потому что вот что здесь происходит с ротовой полостью? Большое скопление зубного камня. Соответственно, под которым создается микрофлора, он механически смещает десну, вызывает генгивит, воспаление десен, разрушает сам зуб. Поэтому обязательно сейчас будем это все снимать. Для этого мы сделали снотворные собачки, потому что нам надо, чтобы она лежала спокойно, недолговременного действия. Сейчас мы будем проводить саму процедуру. Звук не должен быть направлен в сторону десны, потому что он может разрушить саму десну. В ходе санации ротовой полости врачу пришлось удалить один из зубов. Мы удалили один малярчик, большой зуб. Вот, пожалуйста. Он уже подвергся кариесу, поэтому вставлять его было нецелесообразно. Рекомендации такие. Сегодня не кушать, к вечеру можно будет только покушать. Обработка в течение недели, напишу, чем ротовая полость. Профилактика какая? Конечно, желательно, чтобы в рационе присутствовали грубые корма. Ну, в данном случае это сухой корм. Они, когда кушают грубые кормы, они жуют, массируют тем самым десну. И это препятствует образованию камня. Раз в полгода примерно надо будет осматривать ротовую полость теперь пожизненно. Ну, и по мере образования камня чистить. Все рекомендации врач заносит в лист назначений. Оговаривает с владельцем и дату очередного визита для того, чтобы сдать контрольный анализ крови и назначить дату стерилизации. Здоровья вам и вашим питомцам желают программы «Элита» и клиника «Элвет», что расположена в Ходьково, на улице Седина, 8. Работает ежедневно с 9 до 19 часов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...